Когда преподаватель английского преподает английский, то как он реально сам проговаривает, как он говорит, очень далеко от оригинала. Оригиналом, то есть нормой является речь образованного носителя языка. Но если сходу показать ученикам, даже в школе, что такую большую разницу между тем, как говорит преподаватель, как говорит идеальный модель спикер, человек, который говорит без акцента, то есть большой специалист в этом, тогда это будет не в пользу преподавателя. Основная проблема это как научиться понимать на слух. В результате того, что мы произносим неправильно изначально, практически невозможно научиться понимать на слух, потому что для того, чтобы хорошо понимать на слух, нужно уметь воспроизводить речь на этой же скорости. То есть если человек, например, человек, например, сказал, да, ну или спел, I invented swag, popping bottles, putting supermodels in the cab, proof, I guess I got my swag back, truth. New watch alert, you blow, so the big face roll, I got two of those. И так далее. Если он так говорит, вы ничего повторить реально не можете, повторить не можете, и ничего не понимаете. То есть, короче говоря, речь деформируется, и один тип речи преподавать нельзя. Нужно показывать, что происходит со словами, со словами в реальном времени. Они также объясняют, как и обычные преподаватели. Если бы они это умели объяснять, наши бы тоже научились объяснять. Они сами не умеют объяснять. Но никто же в программу не входит. Только из-за этого ввели бы программу, все бы научились. Это короткая у, фуд, а это длинная у, фуд. Не по долготе. Они придумали какую-то странную сказку, да, что это на 0,02 миллисекунды короче, чем вот это. Вы не видели этот ужас? Честно, они проводят замеры в Оксфорде. Это короче на миллисекунду. И они это ставить пытаются. Это какое-то издевательство. Под ударением любая гласная, что гнусавая, что не гнусавая, произносится одинаково. И этот язык, почему я говорю про гласные, базируется на правильно произнесенных гласных. То есть, если вы неожиданно вместо «у» говорите «у», или вместо «а» говорите «а», или что-то такое, слово меняет смысл. То есть, это даже хуже, чем доска-тоска. Это не тот тоска, который гвозди забивает, а тот тоска, который грусть. Грусть. Не тот грусть, который в лесу растет, а тот грусть, который печаль. Вот это и есть типа русский-английский. Понимаете? Нужно произносить не своим голосом. То есть, нужно пытаться произносить так, как говорит другой человек. Он говорит высоким голосом, вы говорите высоким голосом. Причина. Мозг свой голос не воспринимает. То есть, нужно чуть-чуть изменить голосовые характеристики. Повыше, пониже, погромче. То есть, поимитировать. Как только начинаете имитировать, начинает улучшаться память, создаваться новые нейронные связи. Если вы повторяете своим голосом, абсолютно неправильно, на уровне топирья чебурачга, ничего не будет. Енот, сколько ни повторяй, енота не получится. Это главная проблема. Я пытаюсь это 20 лет объяснить, я не могу это до конца всем объяснить. Продолжение следует...